Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре хэтчбэк Kia Ceed. На видео автомобиль в комплектации GT Line с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – синий металлик. Диски литые, 17-дюймовые, шинами размерностью 225 на 45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна акулий-плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала с черной отделкой, а ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован вставками под алюминий. Урлевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из кожи и ткани. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Посередине расположен многофункциональный дисплей. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары тоже светодиодные и расположены в основной оптике. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиринс автомобиля составляет 150 мм. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены в блоках задних фонарей. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. На водительской двери расположена кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Регулировка яркости панели приборов. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы мониторинга слепых зон находится в уголках боковых зеркал. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и подсказки навигации. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея мультимедийной системы. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюймов. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема JBL с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Конечно, они вообще у них же... Инстаграм хочет увеличить продолжительность публикации в этом формате с 15 до 60 секунд. Насколько из этого нововведения подорожает реклама? И отвоюет ли Инстаграм часть аудиторию своего главного конкурента ТикТоком? В автомобиле установлена встроенная навигационная система с картами. Автомобиль оснащен телематическими сервисами Kia Connect, с помощью которых можно управлять дистанционным запуском двигателя, регулировать температуру в салоне и управлять теплыми опциями. Климат-контроль двух зоной. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопки выбора направлений обдува. Кнопка «Переключение рециркуляции воздуха». Кнопка «Синк» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал». Кнопка «Включение электрообогрева лобового стекла». Кнопки «Подогрева передних сидений». Подогрев трехрежимный. Кнопка «Включение электрообогрева руля». потолок черного цвета водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой на потолке расположено освещение для водителя и пассажира на потолке расположен очечник на потолке расположена кнопка системы эра глонас пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой посмотрим на задний ряд сидений он оснащен тремя подголовниками центральный подлокотник с боксом крышка подлокотника не регулируется подстаканники расположены в центральном тоннеле в нише расположены два юсб разъема и розетка на 12 вольт бардачок с подсветкой отделан пластиком кнопка включения заднего парктроника кнопка включения камеры заднего вида кнопка включения спортивного режима движения режим нормал является базовым режимом движения ручной тормоз механический индикация ручника на панели приборов коробка передач роботизированная семиступенчатая с двумя сцеплениями сухого типа при включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида изображение выводится на дисплей мультимедийной системы в коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков индикация выбранной передачи отображается на панели приборов немного погазуем теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений посмотрим на карту задней двери и на задний ряд оценим как выглядит передняя приборная панель освещение для задних пассажиров расположена в центре крыши салон от багажника отделен полкой задние сиденья с центральным подлокотником в нем расположены подстаканники спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом задние стеклоподъемники электрические стекло при открытии опускается не полностью на потолке над дверью находится ручка с крючком теперь перейдем к осмотру багажника объем багажника составляет 395 литров боковины пол багажника отделаны тканью в оснащении багажника предусмотрены крючки для грузов и подсветка справа в багажнике находится сабвуфер под полом в багажнике находится запасное колесо с набором инструментов для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычаг сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40 задние сиденья складываются без ступеньки при сложенных сиденьях объем багажника составляет 1291 литр для закрытия багажника предусмотрена ручка лючок бензобака открывается снаружи автомобиля объем топливного бака составляет 50 литров теперь заглянем под капот который открывается с помощью этого рычага капот фиксируется с помощью ручного упора крышка капота отделана шумоизоляцией двигатель турбированный бензиновый четырехцилиндровый объемом полтора литра с отдачей 150 лошадиных сил мы с вами осмотрели хэтчбек kia seat в комплектации gt line с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо с передним приводом и с роботизированной коробкой передач прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 1 миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот рублей благодарим за помощь съемках дилерский центр kia автоспец центр север автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику друзья ну вот наше видео и подходит концу не забывайте ставить лайки и писать в комментариях понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре и самое главное подписывайтесь на канал дром до скорых встреч до встречи